Вот это я сейчас умру, если петличка не записалась. Привет, это я, меня зовут Артём, и сегодня у меня для вас что? Сегодня у меня для вас огромная, просто огромная подборка кроссовок на весну и лето этого года. На самом деле, с таких подборок и началась вообще вся моя деятельность на Ютубе. Если вдруг кто не знает, то 24 февраля канал исполнялся год, и как раз с подобного ролика всё это и началось. Кстати, если вдруг кто не видел, здесь сейчас будет ссылка, можно перейти и посмотреть. Там и сейчас есть пара актуальные на этот момент. Будем считать, что лайк на это видео вы поставили авансом, колокольчик нажали, комменты оставите, друзьям покажете, поэтому можем начинать. Поехали! Я искренне люблю делать такие ролики, потому что через них у меня есть дополнительная возможность рассказать кому-то об актуальных трендах, силуэтах, технологиях и всём таком прочем, чем, может быть, человек не интересовался бы, если бы не смотрел ролики про кроссовки. То есть снимать я стараюсь что-то большее, чем просто топ-5 лучших кроссовок на лето с однотипными кроссовками, которые большинство на самом деле и делают. Кстати, основной ценник всех кроссовок в этой подборке не выше примерно 15 тысяч, то есть вполне можно считать это топ-бюджетным. Если вы вдруг ждёте ролик по миддл или люкс парам, обязательно напишите об этом в комментариях, потому что сегодня и так будет больше 50 пар, ну где-то в районе того, поэтому о дорогих, я думаю, стоит говорить отдельно, так что обязательно напишите об этом, чтобы я знал и видел, что вам это интересно. В целом всю эту подборку можете считать моей личной рекомендацией. Я бы выбирал именно из этих пар, если бы вдруг в данный момент выбирал себе кроссовки. Все названия и особенно цены на кроссовки будут в описании, просто чтобы дополнительно не растягивать хронометраж, так что если вдруг что-то приглянулось, стопайте это видео и смотрите описание. Итак, как и всегда, я разбил всю подборку по различным трендам, чтобы удобнее было выбирать. Начнём с анимализма. Здесь не так много пар, но они все, в принципе, подойдут, чтобы добавить в гардероб этот тренд, и, в принципе, насчёт него не парятся. Первый Adidas SuperCourt RX. Тут очень крутой снейк-скин, сама по себе пара выглядит дорого, и я сам их хотел взять в том году, но что-то как-то руки не дошли. Вторый целый пак Adidas ZX8000 Little Nights, где снейк-скин вписан в самые-самые разные расцветки. Какие-то выглядят лучше, какие-то хуже, но в целом Adidas сейчас большой упор на эту модель делает. Третий Nike Air Force Shadow. Этой женской модели уже года два, наверное, поэтому Nike решили их освежить и разбавить вот таким вот лаконичным минимализмом. Тут в целом даже деконстракт затесался, поэтому девочкам, я думаю, будет очень неплохо. Четвёртый, опять первые форсы, Snake Skin. Тут, я думаю, что всё очевидно из названия. Total Print, как у суперкуртов, поэтому отличная им альтернатива, если вдруг у тех не нравится силуэт. Пятый Adidas Young Leopard. Ну, тут, признаюсь, модель уже на любителя. Сами по себе первые Янги выглядят ничего, но вот с леопардовым принтом уже как-то слегка эпатажно, так что, если вдруг чего-то такого хочется, пожалуйста. Ещё есть коллаб Vakamari Invincible Converse, где представлены две вот такие симпатичные пары с животными принтами, и, что самое приятное, они здесь не выглядят дёшево, так что при должном сочетании ты не будешь выглядеть как сельский модник. Ну и последнее, уже сам Converse выпустил модели с анималистическими принтами, но здесь уже всё выглядит так, знаете, на грани. Вроде не очень дёшево, но при этом не очень секса. Так что, наверное, с Vakamari Ecolab будет поинтереснее. Второй мини-тренд Soul Split. Я уже про него как-то рассказывал. Это когда подошва визуально или технически разделена на две части. Первый женский Nike Air Max Verona, который выйдут уже в марте, и расцветок там ожидается многое, потому что это, скорее всего, будет ходовая модель. Поэтому, девочки, пометьте себе где-нибудь в блокнотиках. Для парней тут не самые приятные новости. Максимальный размер 9 UK, так что, не знаю, придётся пальцы отрезать. Второй Adidas Z Extortion. Очень приятная пара, и я впервые поймал себя на мысли, что мне хочется купить классику от Adidas. К слову, они не выглядят как какая-то околофутбольная пара, как газели там какие-нибудь. Так что брать можно совершенно смело. Третий Adidas Pod в первой или во второй версии. Про них я тоже говорил в прошлом году. Модель очень приятная для повседневной носки. Стоит недорого, а выглядит интересно. У меня они у самого есть в первой версии, и я вам скажу, что на лето это очень годный вариант. Последняя Deodoro N9000 TX-X. Одна из самых недооценённых пар прошлого года, как мне кажется. Редко я их очень встречал, хотя вот это вот решение со шнурками выглядит очень оригинально, при этом ценник у всего этого вполне-вполне приемлемый. А вот теперь переходим к главному, к тяжёлой артиллерии. Куча ретро-моделей, архивных силуэтов и всего того, что в последние годы бренды активно вспоминают. Тренд на беговые силуэты, конечно, не вчера родился, и даже не в этом году, и даже не в прошлом году. В позапрошлом, как минимум, там всё началось. Но сейчас вот эти кроссовки мелькают всё чаще и чаще, чем какие-нибудь огромные чанки-шузы. Первые Nike Air Metal Max. 20 лет назад они вышли, и вот сейчас Nike решили их перевыпустить. Подойдут они как альтернатива всяким ТНкам или Зумам каким-нибудь. Вторые Nike Zoom Spiridon. Про них Nike тоже вспомнили и сейчас выпускают в разных колорвейх, которые на самом деле не самые интересные, наверное, но вполне универсальные. Третьи New Balance 827 в коллабе с AIM Leondor. Одни из самых красивых бюджетных пар, как по мне. Вот кто-кто, а New Balance с винтажными силуэтами работать умеет и любит. Так что здесь всё вышло просто идеально. Кто всё ещё угорает по таким дэд-шузам, в милости прошу. Четвёртые Nike Air Max 2. Наверное, самые любимые мои Air Max, потому что выглядят они очень ненавязчиво. Расцветок у них просто море, поэтому вообще на любой вкус, цвет и кошелёк вариант найдётся. Пятые это Nike Blazer Mead, которые очень завирусились после недавнего коллаба Nike и Sakai, но даже в оригинальном исполнении выглядят довольно приятно. Поэтому как базовые кроссовки на каждый день, почему бы и нет. Дальше два варианта Nike Air Max Tailwind. В четвёртой и пятой версии. Честно говоря, думал, что ещё в прошлом году в них будет ходить каждый второй, но этого чётко как-то не произошло. Посмотрим, что будет в этом. Седьмые Adidas Equipment Solution. Очень-очень-очень супер древний предок 700-х Изи. Ну, хотя бы вот по этим полоскам можно догадаться. Винтажная пара из 98-го года, которую Adidas тоже решил оживить. Следующие Adidas Fit You Wear 97-е. Технология Fit You Wear ещё в 90-х была супер актуальна, поэтому даже сейчас в 500-х Изи можно найти её отголоски. Расцветок не так много, но в принципе есть из чего выбрать. Девятый New Balance 850-е. Прямой аналог прошлых адидасовских кроссовок, просто по сути здесь другой логотип. Не знаю, сами на них посмотрите, мне кажется, практически одно и то же. Десятый Nike Air Max Trikes 96-е. Несправедливо забытые кроссовки, выпущенные в 96-м году к Олимпийским играм. Сейчас подойдут как замена тем же Zoom-ам, например. Дальше Adidas Lexicon 94. Прямиком из прошлого века. Это предок тех самых лексиконов, которые вышли буквально два года назад. Двенадцатый Adidas Heavy. Их релиз прошёл, ну, как-то совсем мимо всех. При этом выглядят они, ну, наверное, не хуже, чем какие-нибудь... Прости, господи, Азвига. Следующий Adidas Equipment Gazelle. Такой вот гуманит с планеты жопы, очень странная модель, как по мне. Вроде выглядит неплохо, но при этом как-то слишком спортивно на повседнев, что ли. Не знаю, вам решать, но здесь в подборке она есть. Четырнадцатый Adidas Temper Run. Возрождённая классика Adidas, многослойные, сложные формы, вот это вот всё. Берёшь их и будешь самым винтажным парнем на районе. Пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, сорок шестые, восемь седьмые. Целая линейка Reebok DMX. Они все плюс-минус друг на друга похожи. Огромное количество всяких расцветок, кое-где фурнитура различается, поэтому выбрать будет из чего. Дальше New Balance MR530. Самый ретро-беговой силуэт из всех ретро-беговых силуэтов, которые только можно представить. Семнадцатый Soconi Grid Web, вышедший ровно двадцать лет назад и вернувшийся на волне всеобщего вот этого бума на беговые кроссовки. Восемнадцатый, опять же, целая линейка Puma Rider. Мне они не очень зашли, но как альтернатива найкевским вафлям, очень даже. Следующий Asics Gel Nandi 360. Одна из самых красивых беговых пар сейчас. Выглядят они супер дорого. Расцветок, правда, не очень много, но и те, которые есть, выглядят муа-как. Двадцатый Asics Gel Kayana 5 или Gel Kayana 5 360. Это если вдруг хочется что-то чуть менее экстравагантное, чем Gel Nandi, то вот, пожалуйста. Дальше Mizuno Wave Rider 1 или же их премиум-версия. Выглядит как уже упомянутые Fit You Wear от Adidas или 850 New Balance, так что тут, наверное, ничего особенного нет. Очень клевая модель есть у Puma. Puma Inhale Origin. Я, честно говоря, даже не думал, что мне когда-нибудь понравится винтажная Puma, но здесь все сделано очень-очень круто. Двадцать третий Nike Vomera 5. Я думаю, что здесь ничего долго объяснять не придется. Их и так уже все тысячу раз видели. Одна из самых попсовых беговых пар сейчас. И если вдруг вам встретится где-нибудь коллапс с Cold Wall по небольшой какой-нибудь цене, то берите лучше его. Потому что вот они в стоке выглядят не то чтобы скучно, но как-то слишком дженерик-беговые, что ли. Еще одни крутые Asics'ы. Asics Gel Kayana 6 с клевыми расцветками, парой симпатичных коллапных вариантов. И, в принципе, они как 540-ые New Balance'ы, такие, знаете, символ беговых кроссовок. Последние Nike P6000. Тут, как и в случае с Vomera, наверное, долго представлять не стоит. С прошлого года они как горячие пирожки разлетаются. Советую брать не самую базовую расцветку, иначе выглядит, откровенно говоря, скучновато. Ну и куда же тут без тренда на трекинг, трейл и вот это вот все. Тут будет не так много моделей, но все они достойны внимания. Первый Adidas Nova Turbo. Такой, знаете, хайкинг для тех, кто только-только-только вышел со своего огорода и решил удариться в моду. Кроме шуток, выглядят они прикольно, еще и жарко летом в них не будет. Вторые Reebok DMX Trail. Ну, куда же без них. Это такие Balenciaga трек на минималках. Никого не обижаю, просто сходство, как мне кажется, реально есть. Тем не менее, у них куча интересных расцветок, и выглядят они, в принципе, клево. Следующий Adidas Torsion TRDC. Вот здесь Adidas, мне кажется, выпустил, ну, прям каких-то динозавров. На самом деле, они мне именно их напоминают, выглядят очень массивно, очень громоздко, брутально, даже в каких-то милых расцветках, поэтому советую скорее больше парням. В свою очередь, Reebok показал модель AT Craze 2. Релиз особо-то никто и не заметил, и на самом деле ничего необычного в них нет, но как трендовые кроссы на каждый день за небольшую цену, почему бы и нет. Еще одна пара от Reebok, Reebok DM Expert. Я долго не мог понять, нравятся они мне или нет, но все-таки решил, что нравятся, но только в определенных колорвеях. А так, конечно, трендово все это дело выглядит. Не мог я обойтись и без Nike Baofi, хотя вышли они, если мне память не изменяет, даже в позапрошлом году. Актуальность свою не потеряли до сих пор. Большое количество колорвеев, стоимость всего 9-10 тысяч, так что, в принципе, дешевые сердито, по-моему. Очень крутые есть Solomon Odyssey ADV. Никакой агрессии в силуэте, такие, знаете, папины кроссовочки в горы ходить по выходным. Берите лучше светлые, они, как по мне, интереснее выглядят. Последние Puma Trail Fox Overland. Тоже появились они еще вроде в 18-м году и все так же применимы в 20-х. Есть во всяких интересных коллабах, с Ханом, по-моему, там вроде что-то интересное делали, но в целом даже в стоке они необычно выглядят. Ну и последняя категория актуальный повседнев. Это те кроссовки, которые можно взять на каждый день и вообще не париться, что у тебя какая-то старая модель на ногах. Первый из таких Adidas Streetball. Их бренд очень активно сейчас продвигает, заслали их даже кому-то из наших российских ютуберов. Но вот мне они как-то, положа руку на сердце, не очень зашли, хотя сами по себе выглядят ничего. Вторые Nike React Presta. Крутая модель, мне нравится Presta, мне нравится React как подошва. А тут, знаете, все это взяли и объединили в одной паре. Получилось очень интересно, поэтому я лично советую. Третье Adidas Night Jogger. Не помню, они еще вроде в конце 18-го года появились. И вот их действительно можно считать современной классикой Adidas. В качестве повседневных базовых кроссовок один из лучших вариантов, наверное. Следующие Nike Air Max 270 React или React Eng. Прикольные, чем-то напоминают вторые Air Max или даже Metal Max. И летом, в принципе, очень гармонично будут выглядеть. Пятый New Balance 992. В этом году у New Balance на эту модель большие планы. Будет много всяких разных расцветок, коллабов. А то они все как-то в тени 990-х оставались. И вот бренд решил их немножечко оживить, напомнить про них. Честно говоря, если думаете сейчас между 990-ми или 992-ми, то возьмите лучше их, потому что встречаются они чуть пореже и от того менее попсовые. Reebok Insta Pump Boost. Наверное, одна из самых комфортных пар кроссовок на теплое время года. Потому что Adidas наконец-то договорился со своей дочкой и поставил их флагманскую модель на Boost. Мягкая, дышащая, стильная, недорогая. Что еще нужно? Предпоследние Vege Venturi Running. Vege на самом деле обувь еще с 2004 года делает, но все как-то мимо проходили. А тут они подсуетились и начали просто бомбить своими кроссовками по всем ритейлерам. И вот эти вот как раз из этого числа. Выглядят, конечно, простенько, но зато с легким таким налетом на беговые. Ну и последние кроссы во всей подборке Nike Air Max 200. Ну, что тут сказать. 6000 на Асосе и они ваши. На самом деле выглядят они примерно так же, как 270 React и какие-нибудь или вторые Air Max. Так что тут уже кому что больше нравится, пена или болот. Ну что ж, ребят, с кроссовками на сегодня все. Их было на самом деле большое количество, до сотни у меня доходило. Я какую-то часть убрал, какую-то раскидал на другие ролики. Поэтому выпуски по кроссовкам еще будут, так что ждите. Обязательно пишите в комментах, какие кроссы вы уже взяли или планируете взять. Может быть, кто-нибудь что-нибудь новенькое найдет для себя. Ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на канал, колокольчик жмите, покажите видео друзьям. Это очень круто будет. Может быть, они посмотрят и им полезно будет. В общем, фу, я рад, что я наконец-то выпустил этот ролик. Я его сам на самом деле ждал, потому что он такой, знаете, флагманский. Вот. Огромное всем спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Пока. Чувствуется, да, наверное, что у меня голос в конце начал уже садиться. Я даже водичкой уже не спасаюсь.